Девушка Девушка Подражаю Маяковскому День 10 ноября, день рождения Нелли Девушка Я уважаю тебя как человека, как профессионала, умницу Я люблю тебя и ценю как человека, доброго, щедрой души Я посмотрела сегодня на приглашенных Для меня честь, что ты меня пригласила сегодня Это значит, что я вращаюсь в твоей орбите друзей Спасибо Ты знаешь, я вот слышала, что ты любишь песни И когда-нибудь ты воплотишь свою мечту и будешь петь Вот тебе первый наказ Выучим все песни Наизусть можешь Можешь по книге, не важно У тебя шикарный голос Не зарывай свой талант Я хочу, чтобы мы в следующий раз были на твоем дне рождения И ты нас вот прям своим голосом бархатным Высоким Я не знаю, угощала бы что ли Потому что он звучит У тебя голос, я знаю Ты иногда пробовала Голос, пожалуйста И еще знаешь, что хочу сказать В этой жизни Все мы люди Все мы человеки День проходит, суета, сует Но главное, что ты всегда Настолько деликатная, тактичная Что я просто прям настаиваю Иногда надо и крепкое словцо Народ это любит Я уже начала С днем рождения тебя, дорогая Я тебя люблю, ценю и уважаю Всем гостям Хочу также сказать, что На самом деле, да Мель очень хороший, щедрый человек И вот два ее сына Паша и Семен Знаете, что для матери вы Всегда два сильных крыла Поддерживайте ее И она вас очень любит И вам всегда опора Ребята, у вас шикарная мама АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ваша творческая часть Естественно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет МЕЮ Safari АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За это суперрок АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые гости, как настоящие звезды, потому что у звездного руководители не могут быть обыкновенные подчиненные, есть еще вторая часть их подарка, им для этого нужно переодеться. Давайте насладимся вот этим портретом, срочно, всем надо его посмотреть. Нель, покажи мне. Возьми в руку. Это было в коммерческом центре. Моя самая первая коллега по работе была, вот Надя Бояркина, дорогая моя. Да, она была коллега, но она стала ближайшей подругой по жизни. Действительно, она очень много видела в моей жизни, в каких-то моментах, и она меня поддерживала всячески. Вот, спасибо. Я сегодня и так признаюсь, что за много лет ты приехала наконец-то ко мне. Спасибо тебе. Так вот, я что хочу сказать. Ну, когда я смотрела в Терму, работая в той или иной организации, смотришь, какой у тебя руководитель, какие у него качества, да? Я никогда не приветствовала, чтобы руководитель был авторитарен, жестко, да? Я всегда считаю, что доверие должно быть определенное между руководителем и теми людьми, которые с ним работают в паре, да? Ну, слово подчиненное мне не очень нравится, я реально люблю больше слова коллеги. Вот. Хотя, девчонки, мне всегда говорят, ну, Елена, давайте вы у нас по именам будете уже называть. А я говорю, а я не могу. Ну, вот воспитанная в Советском Союзе, я могу только по имени-отчеству. Ну, не могу я называть. Вот мне не получается. Вот. И, в общем-то, все в коллективе, не только непосредственно в моем, а в ходе, знают, что я только по имени-отчеству. Даже если это много младших людей, я только по имени-отчеству обращаюсь. Хотя это не можно сейчас считать. С постором можно я могу. Ну, и ладно. Да, вот что я хочу сказать. Вот, Ларина спросила, говорит, может она так по столу? Да? Нет, я не приветствую такие жесты. Я считаю, что если люди работают на доверии в команде, допустив какую-то, да, ну, какую-то ошибку, я уже понимаю, что они себя казнят за то, что они, то доверие, которое я им дала авансом, они вроде как вот чуть-чуть, ну, как бы, они же ощущают, как бы, чувствую себя винить, да, девчатки. Вот, я всегда говорю так, смертельных ошибок не бывает, а все остальное поправим. И я иду по жизни так, и всегда вижу прежде всего перед собой человека, а потом уже сотрудника. Поэтому я понимаю, что где-то, может быть, я и на эти же крабли сама могу наступить, и бывает такое. Вот, но, тем не менее, я стою на этом. И другой меня, наверное, уже не будет, если только я стервой какую-нибудь не стала. Ну, каких-то обстоятельств, но мне кажется, это уже поздно переделываться. Вот, поэтому я девчонок своих искренне люблю. Вот, и я, Таня, я очень признательна тебе. Я не потому, что вот это происходит сейчас, что ты здесь. Ты замечательный человек. И в моих трудных минутах, я не знаю, нашелся бы человек, который так мне не помог. Ты понимаешь? Слушай, я тоже у тебя учусь многому. Ты меня тоже поддерживаешь. Ведь эта поддержка человеческая, она взаимная. Потому что с тобой выглядят шикарные женщины. Да. А мы очень разные по характеру, в самом деле, Станин. Но, вот, мне есть то, чего не хватает во мне. А где-то в ней нет того, что есть во мне. И мы вот прям вот этим друг другом... Да, мы наполняем. Да, и я считаю это честь, как бы работать, Таня. Спасибо. Спасибо. У тебя не голова, а он советов, реально. Ты умный, пожалуйста. Спасибо. Ну, и желаю поблагодарить мои коллеги. Скажи, пожалуйста, Анна Лёв, у тебя есть где расти по карьерной лестнице еще куда-нибудь? Есть ли? Ну, у меня есть где-то, я могу. Я не могу, я не могу. Попробую. Нет, я честно. А придумать можно? Давайте, вот, за повышение. Нет. Сейчас поднимем бокам, чтобы исполнилось, понимаете? Давайте, Татьяна, поддержите меня. За повышение. За послам, которые у вас здесь выше. Я думала, нефть какую-то там страну, нефть заднюю. Давайте придумаем потом, в течение вечера. Подождите, номер, номер, посмотрите, пожалуйста. Подождите, сейчас будет номер. Уважаемые друзья, я в очередной раз хочу объясниться в любви, потому что мы примерно в одно и в то же время устраивались на работу в фонд. Долгое время сидели вдвоем в кабинете. То есть самые первые минуты работы в этом коллективе мы очень тесно общались. Не просто как коллеги, а именно как, можно сказать, подруги с первых дней. И я сразу скажу, что, как бы, увидев ее первый раз, как она улыбнулась. А как ты улыбнулась? С этого момента у нас очень теплые отношения, которыми я очень дорожу. Я тебя люблю, ценю. Я желаю тебе удачи, чтобы тебе все процветало. Не только сама, но и все успехи впереди тебя ждут немалые. Я в этом уверена. Спасибо, дорогая. Спасибо. Да, Аня. В фонд я пришла работать в 2009 году. Паше было полтора года. Мой месяц. И нам нужен был бухгалтер на заработную плату. На зарплату же, правильно? Ну, я, значит, просмотрела территорию зимы. И, значит, было трое человек поморо. И вот среди них, а я лягу. Но когда она зашла, вот с такой улыбкой, искренними глазами, вот такими улыбаешься. Она, вот понимаете, вот как человека воспринимаешь с полу взгляда. Вот понимаете, вот раз, и вижу, что вот это тот человек, который... Я не знаю, насколько она опытна была на тот момент. И как справиться, не справиться. Но вот я ее купила. Вот знаете, говорят, вот купил человека, да, вот ты его принял к себе. Вот Аля, это вот как раз тот человек, которого я сразу приняла. И я не ошиблась. Она замечательный человек. И на тот момент в совместной смеси мы работали коллега. И еще и друг. Вот. Я рада, что ты присоединилась. Спасибо тебе, дорогая. Мы просим людей с очень музыкальным слухом нас строго не судить. Это все от души. Мы пропукали начало. Мы пропукали? Конечно, простите, мы пропукали начало. Если б не было тебя, скажи, как твоим близким жить. Среди дней и потоков дождя, а не в бывшемся грустить. Если б не было тебя, как выплеснуть свою любовь. Сколько разостей и доброты, что убеждаюсь вновь и вновь, что счастье это ты. Если б не было тебя, тогда сестре не быть сестрой. Падли с мамой, лишь дочерью стать, Жить без ныль и астерной. Если б не было тебя, и не было твоих детей, Те, кто рядом с тобою сидят, Круг любимых сыновей, Что лучше всех наград. Если б не было тебя, Здесь б не было твоих друзей, Всех родных в этот день до и вря, Что пришли на юбилей. Если б не было тебя, То кто бы близким помогал, Кто поставил плечо вылюбля, И опорой в жизни стал, Все это про тебя. Все это про тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И завтра мама в Бурк. Вы знаете все, кто пришел сегодня, Ну чуть пораньше Они могли ознакомиться с некой лентой, ну, кадры, грубо говоря. Так сказать, что в этой кинолинке есть и кадры совместной жизни нашей коллектива вот с этими замечательными девушками моими. Вот. Каждый корпоратив новогодний – это феерия финансово-учутного отдела. Потому что самый крутой номер – это бухгалтерия. И вдохновителем всегда выступает, как бы, идейным, и зачинителем, и передельщиком. Это как раз Татьяна Александровна Кизилева, Таня, которая вот тут пела больше всех микрофон. Она мой заместитель, но она очень одаренный человек. И мы реально стали, скажи, мы самые крутые на каждом корпоративе, правда? Вот. Поэтому, кому интересно, потом можете ознакомиться. Девчонки, спасибо! Спасибо! Это они так работают, да? Да! Ну, как работают, так и веселятся, правда? Спасибо! Спасибо. Продолжение следует...